Исполнительная власть готова вам вручить бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. Вот такие объемные документы. Эти три огромные папки и есть главный финансовый документ Каннска. Состоит он из 10 программ, которые в большинстве своем имеют социальную ориентированность. Планируемые доходы в 2018 году 1 миллиард 865 миллионов 389 тысяч 991 рубль 40 копеек. Расходы 1 миллиард 857 миллионов 190 тысяч. И таким образом ожидаемый профицит почти 8 миллионов 200 тысяч рублей, которые уже сейчас известно, что пойдут на гашение беспроцентного кредита, взятого каннскими чиновниками у Министерства финансов на ремонт дорог. У нас были кредиты у города беспроцентные, что очень важно. Ни одного мы коммерческого кредита не брали, все в Минфине. Это на строительство домов, это на строительство дорог, ремонт дорог, вернее, в Канске. И вот последние кредиты мы гасим в Министерстве финансов, и город останется практически без кредитов. Как отметила заместитель главы Каннска по экономике и финансам Нина Кадач, в последние годы администрация города старается, чтобы бюджет был сбалансированным. С некоторыми параметрами проекта народные избранники уже ознакомились. На протяжении последнего месяца представители рабочих комиссий и члены всех четырех фракций городского совета несколько раз обсуждали бюджет. У нас есть 10 программ, перечень программ увеличился. То есть у нас, если ранее было 9 программ, сейчас добавилась еще одна программа «Городская среда». Это с учетом того, что мы в 2018 году выполняли работы, связанные с благоустройством внутри дворов. Значит, она у нас обновленная программа. Естественно, все расходы, которые сегодня есть, они в большей мере – это поддержание социальной сферы, которая сегодня у нас есть. В ходе работы над проектом бюджета были учтены замечания парламентариев. И теперь документ готов к принятию. Оно состоится в рамках очередной сессии городского совета, которая ориентировочно пройдет 20 декабря. Перед ней администрация должна будет провести публичное слушание. Это обязательная процедура.